Выбрались, мы едем сейчас на тот пляж, где сливаются два моря. И тут такое ощущение, что как будто кто-то толкает. Гугл говорит, землетрясение 5,1 балла, прямо около 36 километров от нас. Блин, а если сейчас будет цунами? А сегодня у нас такая катаклизма, как 44 градуса, плюс... Мы еще в таком месте атмосферном остановились. 45 градусов, жженые деревья. В общем, так как завтра мне 40 лет, я решила попробовать успеть осуществить одну идею. И ноль, ноль, боже, надувь! А у нас уже солнышко садится. Это еще не старческий маразм, но уже не юношеский максимализм. В общем, выбрались мы, едем сейчас на тот пляж, где сливаются два моря. Но мы едем, и у нас температура 44 градуса показывает. Сейчас 43-44 прыгает за бортом. Сейчас я покажу. Вот, видите? 44 градуса сейчас. Скажу я вам. Походить. Не очень хочется из машины. Мне кажется, даже это было очень-очень. Будет жарко. А, кстати, хотела еще рассказать. Такую небольшую историю. Мы в том, как вчера мы решили покушать на пляже. Сели около воды. Штиль, тишина вообще идеально. Сидим на лежаках. И тут такое ощущение, что как будто кто-то толкает их. Посмотрели, что это может быть. В общем, сразу в Google. Google говорит, землетрясение 5,1 балла. Прямо около 36 километров от нас. Но мы это испугались. Я очень боюсь цунами. Мне иногда снится сон, где я бегу от этой волны, где прячусь куда-то. В общем, такой вот кошмар. И поэтому тут у меня сразу такая мысль, блин. А если сейчас будет цунами от этого землетрясения? Побежали прятаться в горы. Ну, не побежали, поехали. В общем, купание в море вечером вчера отменилось из-за землетрясения. А сегодня у нас такая катаклизма, как 44 градуса. Плюс тоже как бы не совсем такая нормальная температура, к которой мы привыкли. У нас в Норвегии жаркое сильно лето. Это 25 градусов прямо. Ого-го, жарища какая. У нас уже 45 градусов. Так, я никогда, хотя, может, когда-то и ощущала температуру в 44 градуса. В общем, я решила выйти из машины и ощутить на себе, что такое 44... Ох, а местами прям 45 показывал градусов тепла. Мы еще в таком месте атмосферном остановились. Я сейчас покажу кусочек. Тут пляж, такой штиль. И если вы обратите внимание, вот здесь вот, здесь был пожар. Я, кстати, как-то была в Родосе, на Родосе, когда как раз бушевали пожары. И сейчас мы видели, пролетело 3 самолета, которые тушат пожары, набирают воду в море и летят на пожар. В общем, 45 градусов, 44-45, жженые деревья. Очень жарко. Едем дальше. Ну вот, мы подъезжаем к этому пляжу или пляжам даже. В этом месте вы можете наблюдать два моря очень близко друг к другу. А иногда, кстати, иногда я один раз была, когда они сливались именно вместе. Сейчас здесь есть проход. Когда я была, там прохода не было, кстати. КОНЕЦ КОНЕЦ В общем, так как завтра мне 40 лет, я решила попробовать успеть осуществить одну идею. Не знаю, успею ли я надуть два гигантских шара до заката солнца и сфотографироваться с ними, переодеться. Но я буду пытаться. Я не знаю, сколько этот шарик надувать. Он очень долго, походу, надувается. Походу, я уже почти его дадула. Четыре. Но он немножко закрутился. И дуется, блин. И ноль, ноль положено на дув. Тут очень сильный ветер, очень важно не потерять все эти цифры, а у нас уже солнышко садится, и нам надо еще успеть переодеться. У нас уже 4-4-4, как правильно сделать, подождимся? Таня, как правильно будет находиться? Вот так, да? Вот так. Вот так вот. День рождения. А, да, солнышко садится, и я сидела сфотографироваться. Вот так, на закате. Ну вот, немножечко поснимали контента. Здесь дует, надеюсь, мои цифры не унесет. И они все-таки доживут до завтра. Поснимали с дрона. Пофоткали на фотик, не пофоткали. Пофоткали на айфончик. Снимаем еще немножечко с дрона. И едем дальше. Где там наш? Малыш. Ладно. Едем, едем. Я думаю, что же такое предновогоднее настроение у меня? Ну, так... Наверное, потому что наступает новый год моей жизни. Сорок. Как я уже говорила в одном из блогов, это еще не старческий маразм, но уже не юношеский максимализм. Так что... В Новый год вступаем зрелыми, подготовленными к старческому маразму, в принципе. Чищен. Как иначе. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»